МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! После небольшого летнего отпуска в эфире вновь еженедельное информационное обозрение Седмица. И сегодня мы расскажем о таких событиях. В Киеве православное сообщество планирует провести на берегах Днепра свято-владимирский марафон. Маршрут будет пролегать через храмы, стоящие по обе стороны Днепра. Одесская организация «Поиск» отметила свое 50-летие. Сотрудники принимают активное участие в спасении людей, заблудившихся в многоярусных лабиринтах одесских катакомб. Синайский кодекс в Британском музее покажет часть старейшего в мире варианта Библии, датированного IV веком. На минувшей Седмице одесская экспозиция «Поиск» отметила свое 50-летие. Деятельность этой организации направлена на изучение одного из самых протяженных в мире подземелий – одесских катакомб. Экспозиция принимает активное участие в спасении людей, заблудившихся в многоярусных лабиринтах подземных выработок. За 50 лет ими было проведено около 40 спасательных операций. Десятки людей удалось в буквальном смысле вернуть на землю. Кроме того, сотрудники «Поиска» помогают в проведении исследовательских работ историкам, археологам и геологам. О том, как создавался «Поиск», кто принимал участие в первых экспедициях и почему «Поиск» никогда не должен прекращаться, знает Наталья Марчук. Когда-то Одессу называли «желтым городом». До появления штукатурки стены новых зданий красовались желтым цветом ракушечника. В этом известняке и кроется разгадка, возможно, самых протяженных в мире искусственных подземелий – одесских катакомб. Из ракушечника построена вся старая Одесса. Каждый дом возводился из того камня, который находился под ним. Почти под каждым зданием – грот, самый знаменитый под дворцом Нарышкиных. Сейчас это художественный музей. На 10-метровой глубине огромный зал размером с усадьбу. Вот пила, в которой они резали камень. Здесь выбивалась бухтовочная щель, вот от нее остатки идут. Туда они загоняли вот так. Потом вот такой пилой вот она вставлялась. Начинали пилить пропил один, второй вот он пропил. Исследованием этих многоярусных лабиринтов вот уже полвека занимается Одесская экспедиция «Поиск». 29 августа, в день основания клуба, по случаю празднования его 50-летнего юбилея, в Одессе прошла пресс-конференция с участием руководителя экспедиции. Речь шла о роли и задачах клуба сегодня и о том, с чего все начиналось когда-то. Как оказалось у истоков создания клуба – обычные одесские мальчишки с пытливым умом. Владислав Степанович Чокан в походах по катакомбам с первых дней основания клуба. Первое, что мы поставили, какую задачу – это, во-первых, освоить катакомбы. В принципе, это невыполнимая задача, но максимально к этому приблизиться мы хотели постараться. Во-вторых, поднять на свет Божий правду и побольше материала о роли катакомб во время обороны Одессы, во время оккупации Одессы. В годы Великой Отечественной войны катакомбы служили укрытием для партизан. Днем они прятались здесь, а ночью выходили для сбора информации и диверсий против фашистов. Именно благодаря поиску было восстановлено 5000 имен погибших воинов, считавшихся без вести пропавшими в годы войны. Было найдено и перезахоронено 17 тысяч останков. Со временем любительский клуб превратился в профессиональную организацию из 50 человек. Они проводят огромную работу не только по изучению истории катакомб, но и содействуют исследовательской работе специалистов различных направлений. В частности, эти каменоломни привлекают геологов и палеонтологов, так как вскрытые выработками естественной пещеры хранят огромное количество следов реликтовых растений и костей ископаемых животных. Впрочем, авантюристов одесские катакомбы тоже привлекают, и для них самостоятельные путешествия под землей нередко заканчиваются трагически. И самое страшное, что через взломанные с палеологами любителями входы в бесконечные многоярусные лабиринты подземелий проникают дети. Два мальчика и девочка, ну там у меня по 10, вот они забудились в Сирене-Рубайске, в катакомбах больше суток. Их не были найти, ну то есть кино детей нет. Вот видели ребята, ну там местные, что они собираются в катакомбы, и потом, соответственно, были оперативно организованы поисковые работы, развернув знаки, и одни вот из ребят, как бы им посчастливилось их найти достаточно скоро, то есть все живы, здоровы, хотя никто не замес. Кроме того, специалисты клуба ведут непрестанные работы и по спасению самих зданий и улиц города, поскольку заброшенные каменоломни за многие десятилетия пришли в аварийное состояние, и уже были случаи провалов подземной пустоты зданий и дорог. Прежде всего катакомбы опасны тем, что они могут как бы разрушить, допустим, здания на поверхности, то есть идут трещины, просадки, то есть и постоянно с этим сталкиваемся, и поэтому есть даже целое подразделение инженерной службы, которая занимается тем, что катакомбы замывают песком, чтобы не допустить вот разрушения зданий. Что остается пожелать в эту юбилейную дату клубу поиск, так это развитие и дальнейшего успешного стояния на страже безопасности одесских улиц и жителей города. А если экспедиции будут отправляться в путь по лабиринтам одесских подземелий, то пусть у них всегда будет успешное завершение. Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса. Юбилейный 2015 год уже давно перевалил за середину, однако впереди еще много различных событий, посвященных тысячелетию представления святого благоверного князя Владимира. На этот раз православное сообщество планирует провести в Киеве настоящий марафон на берегах Днепра. Подробности в сюжете Александра Ворсена. Этого бегуна можно увидеть на Днепровской набережной несколько раз в неделю. Но мало кто с первого взгляда догадается, что это священник, настоятель одного из киевских храмов, протоиерей Петр Семощут. Традиционные заботы о приходе, храме, просветительском центре и семье не помешали старому ходу. А бег отец Петр полюбил еще с детства. Долгий час я бегал до храма, а потом уже, скажем так... Долгое время я часто бегал до храма, а потом этого стало недостаточно. Я начал увеличивать дистанцию и сегодня дошел до марафона. Так, во время одной из пробежек по Днепровскому берегу у него появилась мысль провести марафон, к которому бы присоединились православные. Идею Свято-Владимирского марафона с радостью поддержали в Киевской митрополии. Его проведение запланировано на 10 октября. Маршрут будет пролегать через храмы, стоящие по обе стороны Днепра. Стартовая точка – колонна Магдебургского права, которая одновременно является памятником крещения Руси. Затем по набережной Днепра бегуны преодолеют дистанцию к Владимирскому храму, что у памятника основателям Киева. Далее – через Южный мост, на левый берег, в храм Иоанна Богослова, что возле станции метро Славутич. Следующая остановка – церковь Пороскевы-Пятницы. Оттуда, вдоль Днепра, в храм Ярослава Мудрого. Это рядом с мостом Патона. Затем маршрут будет проходить мимо храма Целителя Пантелеимона, что возле метро Левобережная. Оттуда марафонцы побегут к храму Воскресения Христова в Киевском районе Воскресенка. Затем они вернутся на правый берег Днепра через Московский мост. Там бегуны посетят храм Рождества Христова на Аболоне. Затем побывают в храме Ильи Пророка на Подоле. И предпоследняя остановка – храм Николая на воде. Завершится маршрут там, где и начинался – у памятника Крещению Руси. Отец Петр говорит, что мероприятие непростое, поэтому подготовку к нему начали уже сегодня. Конечно, к этому надо готовиться серьезно, потому что даже если тебе кажется, что ты бегаешь, то это не значит, что ты можешь преодолеть марафон, длина которого известна – 42 километра 200 метров. Те люди, которые не могут полностью эту дистанцию преодолеть, они смогут это частично, от храма до храма. Тем более, что эти расстояния разные. Есть больше, есть меньше. Впереди еще много работы по организации марафона. Ведь бегунов должны сопровождать автомобили ГАИ, карета скорой. При храмах, которые стоят на маршруте, будут действовать пункты с питьевой водой и едой, чтобы бегуны имели возможность пополнить силу. Однако главное в этом мероприятии – не рекордные минуты, а молитвенное настроение. Наш марафон начнется 10 октября в 10 утра с молебна у колонны Магдебургского права. Это всем известное место крещения князем Владимиром Киевлян. И по всему маршруту мы будем посещать храмы. Это места, где мы можем обратиться к тем святым, в честь которых названы эти храмы, и попросить их молитвенной поддержки в нашем турнире. Поэтому всех, кто может преодолеть хоть несколько километров, мы призываем принять участие в нашем марафоне. Кстати, отец Петр пригласил нас одну из тренировок. Пообщавшись с нами, он, как всегда, побежал своим привычным маршрутом вместе с сыном. Тот пока на велосипеде. Но отец Петр уверен, что его маленький Коля когда-нибудь полюбит бег, как он сам. Основную часть старейшего в мире варианта Библии покажут осенью этого года в Британском музее. Издание, датированное IV веком, известно также как Синайский кодекс. Он написан на греческом языке и состоит из варианта Ветхого Завета – Септуагинты. И первая, дошедшая до нас, полная версия Нового Завета. С 1930 года часть рукописи хранится в Британской библиотеке. Она покидала ее только один раз в 1933 году и тоже для выставки в Британском музее. Синайским кодексом данный вариант Библии назвали из-за того, что его нашли в монастыре Святой Екатерины на Синае в 1844 году. Там она хранилась много столетий. В целом, части Синайского кодекса сейчас сберегаются в четырех местах – в библиотеках Британии и Германии, в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге, а также в монастыре Святой Екатерины на Синае. Все четыре владельца частей Синайского кодекса в 2005 году приняли решение отсканировать рукописи для того, чтобы разместить полный текст в интернете. Ученые-библеисты утверждают, что эта редкая книга оказала огромное влияние на реконструкцию изначальных текстов Библии и в целом библейской истории. Наш выпуск продолжит обзор новостей православных сайтов. С НИЛОС ознакомит Валерий Гриценко. Здравствуйте! Сегодня в нашем обзоре мы предлагаем вам обратить внимание на следующие публикации. «Больше всего церковь страдает из-за нас и наших грехов» – это слова митрополита Ануфрия. Может ли государство вмешиваться во внутреннюю жизнь церкви? Происходит ли гонение на церковь в современном обществе? И как можно оценить неудачные попытки объединения Киевского патриархата и Автокефальной церкви? На сайте Союза православных журналистов блаженнейший митрополит Ануфри дал свои комментарии о ситуации в Украинской православной церкви, о расколе и об основах для объединения верующих в Украине. Образование будущего. Чему на самом деле нужно учить детей в 21 веке? В чем причина кризиса образования в мире? Как детей увлечь процессом познания и научить правильно применять информацию? Существует ли реальная альтернатива массовой школе? Должны ли дети сами выбирать программу обучения? И возможно ли обучение без стресса? На 10 самых больных вопросов об образовании в современном мире отвечают руководители школ и преподаватели школ и вузов на сайте журнала ФОМА в Украине. Интернет усиливает ложь и зло сильнее, чем добро и правду. В чем социальная и информационная особенность интернета? С какой скоростью там распространяется информация, которая часто оказывается ложной? Сколько людей можно намеренно или случайно ввести в заблуждение? В публикации, которую разместил сайт православной молодежи Украины, речь идет о том, как блогеру не стать соучастником лжесвидетельства и клеветы. Ошибка Сальери или о том, как рождается зависть и как с ней бороться. Почему люди завидуют друг другу? На первый взгляд, ответ прост. Проблема в том, что мир устроен несправедливо. Потому-то бедные и завидуют богатым, некрасивым и красивым, бездариталантливым, больные и здоровым. Однако в реальной жизни такое объяснение почему-то не срабатывает. Ведь завидовать можно не только богатству и красоте, но и вообще чему угодно. Корни зависти уходят в область отношений человека и бога. Поэтому разумно было бы выяснить, что же говорит об этом свойстве человеческой души и христианской религии. Считайте об этом на православном сайте Киевская Русь. Жизнь по фэншуи. В чем опасность дизайнерских советов? Учение фэншуи, рекламируемое как древняя китайская наука о гармоничном обустройстве жизни человека и окружающей среды, незаметно вошло в быт современных людей. На первый взгляд, может показаться, что это безобидное увлечение содержит дельные дизайнерские советы по обустройству дома, разбивке сада. Но одно дело, когда человек приобретает водный фонтанчик или денежное дерево с эстетической целью. И совсем другое, когда он наделяет вещи магической силой. В чем же опасность этих, казалось бы, невинных дизайнерских советов? Ответ ищите на сайте православной жизни. Как распознать интернет-зависимость у ребенка? Сегодня многие родители обеспокоены вопросом, как обезопасить детей от интернета. Надо ли контролировать ребенка в интернете и соцсетях? И как это делать эффективно? Как распознать компьютерную зависимость и часто ли родители устраивают ее детям своими руками? Рассказывает психолог Екатерина Демина в публикации, которую разместил православный интернет-дайджест «Для всех душа». Читайте и узнавайте много интересного и полезного. А с новыми публикациями мы ознакомим вас ровно через неделю. В эфире «Седмица» и в продолжении выпуска о таких событиях. Город Добрых Дел в Доброполе состоялось открытие Центра молодежных инициатив. Юбилейный день знаний в этом году исполняется 150 лет Днепропетровской Мариинской гимназии. Из Соловецкого монастыря на остров Хортица мощи последнего кашевого атамана Петра Калнышевского, возможно, перенесут в Украину. В городе Доброполе состоялось открытие Центра молодежных инициатив. Работа активистов направлена на преобразование родного города, а также на реализацию собственного творческого потенциала. Здесь планируют проводить свои репетиции различные творческие коллективы и музыкальные группы. Днем будет работать игровая комната для детей-переселенцев, а в вечернее время в Центре можно будет организовывать кинопросмотры, собрания английского клуба и другие мероприятия, где каждый сможет чему-то научиться, поделиться знаниями и навыками. Оксана Гловацкая расскажет подробнее. Перерезая красную ленточку новоиспеченного Центра местной активности, жители Доброполья открыли для себя бездну новых возможностей. По задумке участников общественных организаций «Добро», творцы истории, муниципального Центра развития Доброполя и Общества защиты животных верность, это место станет площадкой для проведения самых разнообразных мероприятий. Компания «ДТЭК», городские власти пошли навстречу, в ДК нам дали помещение, где раньше были игровые автоматы, теперь мы провели небольшой ремонт косметический и попытаемся сделать некий такой, можно сказать, мозговой центр для реализации каких-то творческих инициатив. Молодые люди наводили красоту в Центре самостоятельно. Раньше общественным организациям Доброполя уже приходилось принимать участие в благоустройстве других городских объектов. Так что лазить по стремянкам и управляться сваликами и шпателями им не впервой. Была она в состоянии не очень положительном, сейчас уже она имеет какой-то более человеческий вид. Принимала в этом участие где-то, ну, в общем, сложности человек 10. Просто мы чередовались, ну, кто-то на работе в это время, кто-то даже дети здесь принимали участие. Мой братик меньше был, и мамочки приходили с детьми тоже. Вымывали, красили, драйвили, ну, все, чтобы привести в нормальный вид. И еще, кстати, ну, это не завершено, мы еще думаем как-то, ну, разрисовать стены или что-то. Ну, в общем, еще подумаем над этим, чтобы было более креативно. Творческие встречи, репетиции, заседания бизнес-клуба и многое другое. Палитра деятельности центра местной активности не имеет границ. Обучиться тут можно будет и журналистскому ремеслу. Ну, основной упор, конечно, делается на интернет-ресурс. То есть, ну, у нас есть и листовка, то есть мы можем печатать несколько листовок. Сами у нас где-то 10 тысяч тираж. То есть, и много друзей, которые могут и в газетах публиковать. Главное – желание молодежи, активных людей. А еще посетить тренинги и семинары, способствующие саморазвитию. Ну, чтобы молодые люди, они могли быть успешными, состоятельными, не только в плане, там, работы, да, чтобы у них была хорошая семья, чтобы у них реализовался сам творческий потенциал, то есть, чтобы они развивались всесторонне. Центр не будет ограничиваться развлекательными и обучающими проектами. Его участники стремятся развивать Доброполе и подключать как можно больше активных людей для решения социальных проблем. И мы поняли, что сейчас в городе очень много переселенцев, которые как бы при поиске работы, переоформлении каких-то документов, им просто негде оставить детей. Садики переполнены, сложность. Поэтому мы хотим сделать здесь с утреннее время до обеда детскую комнату. То есть, человек приходит, оставляет своего ребенка, здесь аниматор занимается с ним. Перед нами стоит очень важная задача по объединению жителей местных громад. Потому что если громада, власть и местный, собственно, бизнес смогут объединить свои усилия ради создания благоприятной атмосферы в городе, скажем так, можно будет реализовать очень много хороших социальных проектов. Получается некое пространство-трансформер. Согласно графику работы, который будет составлен в скором времени, функции учреждения будут меняться. С утра здесь можно будет учить английский, а вечером прийти на кинопоказ. Центр местной активности открыт для сотрудничества с другими общественными организациями и приглашает всех желающих, кто хочет развиваться и воплощать свои идеи в жизнь. Первого сентября долгожданные первые звонки прозвучали во всех школах страны. В этот день школьники, студенты и преподаватели торжественно отметили День знаний. По-особенному встретили этот праздник учащийся Днепропетровском Иринской гимнасии. Этому старейшему учебному заведению в этом году исполняется 150 лет. На юбилейном празднике побывала наша съемочная группа. Яркие банты, нарядные блузки. С торжественной линейки в праздник Дня знаний начинается новый учебный год. Этот день по традиции отмечается в каждой школе торжественной линейкой, на которой ученики всех классов поздравляют своих преподавателей и преподносят им цветы. Но в этой школе начался особый учебный год – юбилейный. 150 лет исполнилось старейшему учебному заведению города Днепропетровской Мариинской гимназии номер 33. Все 150 лет Мариинская гимназия свято соблюдает те традиции, с которыми она открылась. Это традиции милосердия, добра, традиции национального патриотизма. И я считаю, что за 150 лет мы этого не утратили. А история гимназии вправду интересна и вскоре будет запечатлена в книге, над которой сегодня работают краеведы. Они сохраняются каждый год. Каждый год есть какое-то мероприятие, которое напоминает о том, что мы действительно гимназия, которой сегодня 150 лет. Во время театрализованного представления перед гостями появились персонажи, хорошо знакомые всем гимназистам. Это меценат Понятовский, который 150 лет назад подарил городу для создания Мариинской гимназии это прекрасное здание. А также первый директор Мариинки Александра Рындовская. Ее называли пионером женского образования в Екатеринославе. Благодаря своей активной деятельности Рындовская сделала Мариинку центром культуры и просвещения в городе. Духовные традиции прошлых лет здесь бережно поддерживают и сегодня. Традиции, которыми вообще-то славится 33-я школа, они сохранились, появились и новые традиции. И на линейке много слов было сказано о любви к своей стране. На праздник вместе со школьниками пришли выпускники прошлых лет, а также учителя, которые в разные годы работали в Мариинской гимназии. Лично я здесь работаю с 1977 года, а вообще 44 года уже. Мои первые ученики уже пенсионеры давно. Так что очень много. Как классный руководитель я где-то по колени 10 выпустила. Более 50 раз для меня уже звонил этот звонок. И каждый раз душа радуется, поет. Из этих стен вышло много знаменитых людей, которые стали гордостью страны. Среди них много громких имен, известных далеко за пределами Украины. Но самая главная заслуга гимназических лет Мариинки, что ее выпускники несут в мир духовность. У меня дочь, 10-й А-класс. Рада, что выпала такая судьба и доля учиться в классической такой гимназии, школе. С богатыми традициями, с большими кладезями знаний преподавателей, учителей. Потенциал практически набран уже. Дети до конца еще впитают в эту атмосферу добра, традиций Мариинской гимназии и понесут дальше в жизнь те традиции, которые пришли к нам из 19 века. В 19 веке в учебную программу входили не только арифметика, история, география, чистописание, различные иностранные языки, но и рукоделие, рисование и танцы и, конечно, закон Божий. Мариинская гимназия располагается напротив главного храма Днепропетровщины, Свято-Троицкого кафедрального собора. Поэтому ежегодно почетным гостем праздника является митрополит Днепропетровский Павлоградский Реней. Владыка поздравил участников праздника и пожелал педагогам вдохновения в работе, а первоклассникам и школьникам усердия в учебе. И чтобы новый учебный год подарил массу новых знаний и впечатлений. Пусть Божие благословение придает вам сил и вдохновение в таком важном деле, как учение. В течение всех лет обучения дети узнают об истории своего учебного заведения и очень гордятся тем, что учатся именно здесь. Мы идем с радостью в школу, потому что я очень-очень люблю математику. Гимназии входят в сотню лучших учебных заведений Украины, и самые юные гимназисты станут преемниками многолетних традиций Мариинки. Не хвилюйтесь, мама с татом, буду знать я много, я ж по вас не подведу, в школу с радостью пиду. Обещаю не лиритесь, стильте, не відміна вчитесь, рано сонечком вставайте, чтобы в школу не проспали. Шановные паршачки, мы витаем вас и с вашим святом, и желаем, чтобы для вас наша школа стала такой же родной, как она стала для нынешних выпускников. Анна Ригульская, Марина Полякова, информационное бюро программы «Седмица», Днепропетровск. Группа запорожских паломников совершила автопробег на Соловке к месту упокоения последнего кашевого атамана Запорожской сечи Петра Колнышевского. В автопробеге приняли участие 20 человек, священники и миряне. Путь в 6000 километров они преодолели за 11 суток. Пробег приурочен к знаменательной дате. В ноябре этого года состоится канонизация Петра Колнышевского в лике местночтимых святых Запорожской епархии. Такое решение принял Священный Синод Украинской Православной Церкви. В связи с этим событием блаженнейший митрополит Киевский, всея Украины Ануфрий, обратился к патриарху московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о благословении на обретение мощи Петра Колнышевского в Соловецком монастыре и перенесение их на родную землю, на Запорожскую сечь. Напомним, что 25 лет Петр Колнышевский содержался в заключении в Соловецком монастыре после того, как была ликвидирована Запорожская сечь. В 1801 году он был освобожден, но захотел остаться в обители. Там он почил в возрасте 112 лет в 1803 году. По словам участников автопробега, об особом почитании братьев Соловецкого монастыря Петра Колнышевского свидетельствует тот факт, что его похоронили на почетном месте возле Спаса Преображенского собора. Канонизация Петра Колнышевского состоится 13 ноября в Запорожье. Ее возглавит митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий. Это была последняя новость сегодняшней программы. Ровно через неделю наши журналисты подготовят для вас новые интересные сюжеты. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин